Традиционно свято пожарной службы началось с урочистых ознагороджения левших выратовальников. На их адрес слова подзяки от Кировницкого отдела МНС. Мероприемство, присвеченное святкованию Дня пожарной службы, ладится не только для семей выратовальников, а и для всех же хоров у города и района. Основная задача это, конечно же, продолжать те традиции, которые заложены были Министерством внутренних дел пожарной службы и продолжаются в органах и подразделениях по чрезвычайных ситуациях. И наша цель – это по возможности научить основам безопасности жизнедеятельности. Для самих выратовальников свято пожарной службы – добрая и не такая частая нагода провести час разом с самыми близкими людьми. А для великой семьи Грыцук – еще и черговая семейная традиция. Уважаем людей нашего папу за его тяжелый труд, за его организм. И, скажем так, он тоже организует этот праздник для всех и для нас. Мы постоянно участники таких праздников, всегда посещаем, всегда всем нравится, весело для детей, полезно, много познавательного. Пляцовкой для демонстрации пожарной аварийно-воротовальной техники и проведения конкурсов что год становится городский парк. На набережной – водная фигура и демонстрация тушения пожару в спецкостюмах. Параллельно шерох-интерактивов. Можно примерить рычту на квартовальника, пострелять с водомету, прокатиться на тарзанце и разглядеть в деталях специальную технику. Мне понравилась очень пожарная машина. Также я сейчас хочу одеть противогаз, попробовать. И как обливают всех пожарных шлангов. Каждый год приходим на это мероприятие, активно принимаем участие. Что нравится? Мальчики, что вам нравится? Мне тарзанка понравилась. И тарзанка понравилась, и пена понравилась. И в воде бегали. Вот сейчас пойдем кашу пробовать. С добрым настроем и новые беды легче отримать. Выросли организаторы. И самым активным удельникам уручили специальные призы и подарунки. Усе на тему пожарной безопасности. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Абрест».